Всем привет! У микрофона Амортис это новый обзор очередной мобильной игры от Mob.ua. Поехали! Пожалуй мало какая страна умеет закатывать такие масштабные истерики как Америка. И американская истерия насчет терроризма лично у меня уже начинает вызывать довольно ощутимое сжение пониже спины. И тем не менее годные игры о борьбе добрых Янки со злыми Бенами Ладенами все же есть. Встречаем! Арма Тактикс! Сразу скажу что это эксклюзив для третьей тегры что кстати печально потому что игра и правда хороша. Что касается сюжета. Когда ты выбираешь миссию то после загрузки тебе покажут ролик сделанный на движке игры. Который познакомит с локацией и даст какое-то представление о том что же от нас хотят. После ролика можно еще и почитать брифинг миссии. То есть ее цель. Что-то похожее было если ты помнишь в Call of Duty. Пока серия еще не превратилась в очередной Counter-Strike. Касаемо графики и анимации. На мой взгляд придраться совершенно не к чему. Начиная от роликов и заканчивая геймплеем и интерфейсом все прорисовано весьма качественно. Довольно часто в играх элементы интерфейса довольно сильно выбиваются из общего стиля и это режет глаз и мозг. Но здесь все как-то гармоничненько. Цвета и контуры подобраны правильно так что идем дальше. А дальше у нас геймплей. Если ты помнишь была когда-то игра которая называлась команда. Там у тебя был небольшой отрядик солдат которым ты действовал в тылу врага. Игра была пошаговой и надо было очень хорошо думать прежде чем что-то сделать. Так вот тут тоже самое. Небольшой отряд и пошаговая тактика игры. Тут правда в отличии от команды нет классов персонажей и все они просто морпехи. Зато есть выбор оружия хоть и небольшой. Каждого бойца ты можешь снабдить дробовиком, автоматом, снайперской винтовкой или пулеметом. И это является аналогом классов персонажей. Правда поначалу оружия заблочены и их можно купить потом. У каждого солдата есть два действия на ход которые можно употребить на перемещение или выстрелы. Притом радиус этого перемещения ограничен так что нужно хорошо подумать куда ты направляешь своего морпеха. Атакуем мы тапами по врагам. Притом тап не значит моментальную атаку. Он открывает панельку на которой показана вероятность с которой мы поразим цель. Притом почти 100% вероятность занимает соответственно два действия. Сам понимаешь желательно подобраться как можно ближе, чтобы уж наверняка. Что не всегда просто. Ну а в конце мы получаем очки опыта, которые помогут улучшить владение оружием и другие полезные навыки. А также разблочить новые виды оружия. Ну а теперь давай подводить итоги. Минусы. Для нетерпеливых людей минусом будет долгая загрузка. Но она не настолько долгая чтобы прямо успеть состариться. Ну а для многих главным минусом станет то что игра все таки только для третьей тегры. Ну а плюсы. На мой взгляд то что игра является пошаговым тактическим шутером это уже плюс сам по себе. Притом большой. Такие игры никуда не торопят, но требуют напрячь мозги. Прямо как шахматы. Да и вообще как-то не к чему придраться. Так что очень советую всем. На сегодня это все. Если понравился обзор подписывайся на канал, ставь лайки и делись этим видео с друзьями. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok